Мне когда-то казалось, что самые необязательные и непунктуальные люди это театральные актеры, театральные режиссеры. В принципе, у нас было несколько поводов убедиться, что это не так, но когда режиссер после премьеры, состоявшейся накануне, приезжает на запись вовремя, причем выглядит еще, по-моему, свежее, чем ведущие, у которых премьеры накануне не было, это, по-моему, очень сильно. Давай о себе только говори, может быть, некоторые тоже после премьер. Так вот, я говорю, это очень сильно. Это очень сильно, это очень интересно, потому что сегодня почти серьезно мы разговариваем с режиссером и директором Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева, Леонидом Чигин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты хотела узнать, ну, про космонавтов мы много читали, кто там первый состав, кто второй, а вот у актеров что? Кто должен быть, поехали. Да, кто выбирает, кто будет первый, кто второй. Ну, это все китайские премудрости и китайские, как они называются-то, церемонии. Да. На самом деле это все очень условно, но, как бы, дело в том, что занятость большая, артисты, вообще, театр наше много, очень играет, они очень много играют, у них очень серьезная занятость, и поэтому, как бы, все делаются два состава, потому что кто-то заболевает, а это же производство. Ну, короче, как в хоккее, первая пятерка, вторая пятерка, третья пятерка. Ну, как же так, театр, все выдавили на эту тему, когда раз, никому неизвестный актер из второго состава неожиданно попадает на премьеру и становится звездой. Это просто такая нормальная, такой миф, который есть везде, и он существует. Это невозможно. У нас, у меня был проект, где, значит, один там человек хотел, ну, просто нашли деньги, и мы делали, тоталин маленький был такой у нас есть спектакль, и он хотел играть там роль. Ну, он просто такой бизнесмен. Я говорю, ну, я войду очень быстро. Я говорю, я посмотрю, я войду очень быстро. Ну, что тут, ваша профессия, она же, ну, что там, что там такого. Ну, посмотрел пару раз, потом сказал, нет, это без меня. Ну, а те, кто приходят учиться, они что, знают об этом? Нет, караул, караул. Серьезно, почти серьезно. Разорванность, разорванность культуры катастрофическая у детей. Они ощущают, что они вот уже готовы, они вот сейчас пришли, они поступили в театральное училище и сразу начинают сниматься в телесериалах. Что я катастрофически запрещаю делать. А что, их зовут, да? Нас замучили. Москва вообще обалдела. Я говорю, значит, там, значит, звонок. Я сначала думал, ну, телефон городской, ну, откуда я знаю, там же не написано. Когда на сотовое, то там по коду мы можем определить, откуда. А здесь как бы, алло, алло, так с нами разговаривают. Ну, вот мы приглашаем на фильм, значит, они будут приезжать там тогда-то, тогда-то. Я говорю, подожди, вот откуда? Они говорят, мы из Москвы. То есть, ну, никак, они, наши должны были, дети, сесть в поезд, приехать туда, сняться. Они просто с нами разговаривают, как будто мы, ну, должны. На невольничьем рынке такие, типа. Да, 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 совершенно верно. Рабы, мы просто, там имена Светлаков снимают, мы должны были, мы должны становиться в стойку какую-то. Я говорю, знаете что, можно? До свидания. 16+, идите, идите, пожалуйста, на хутор бабочек ловить. Слушайте, а дети начинают вас ненавидеть и говорить, мы могли бы со Светлаковым вместе стоять в массовке. Я говорю, а у них есть свободное время, в свободное время, пожалуйста. Но они приходят уже испорченные. Вот дети говорят, кто снялся хоть раз в этом телесериале, у них рвет крышу. Я рычу, не разрешаю, пишу большими буквами везде у нас, что запрещены приглашения студентов на все это. Телевидение разрушает, ну, вот эти телесериалы разрушают им мозг. А потому что профессия, надо же туда-куда-то, надо же в какую-то самую глубину, в картезианские глубины нырнуть в самого себя, чтобы увидеть себя там никчемным и никем, и тогда начать первое восхождение, как сизиф, поднимать этот камень все время туда-сюда. А здесь уже все хорошо. Природа тебе дала какое-то обаяние. Ну, мы же берем обаяние, темпераменты. Мы на первом курсе ставим оценку природе матушки. Природа есть обаяние, мы говорим пять, мы говорим четыре. А потом уже на втором курсе мы уже начинаем то, чему он научился, то есть как он становится жизнечественного духа, да, то, что... Ну, а ему говорят, что, смотрите, ваши там поприезжали артисты, никому не нужны, а вот эти юные лица свежие. Недорогие. Недорогие, да, и прекрасные, на крупном плане, там, загримированные. Вот и все. Делают такие вот няняшки такие, и получается хорошо. Ну, и как вы с этим вообще? У них же, как в том хорошем анекдоте, 121. Ха-ха-ха. Ржевский сидел, сидел, говорит, 154. Дама встает и говорит, мы пошли, не рассказываем. Бах ему, значит, так и тут, так они, они выходят на площадку, там, страсть, там, горе, печаль. То есть они же ничего же, это же не проживает, у нас же искусство проживания и переживания. У каждого своя история прихода в театр, и у некоторых окольными путями. У вас, я так понимаю, тоже не очень прямой, учитывая ваше политеховское образование на каком-то экзотическом факультете автоматизации машиностроения. Ну, факультет автоматизации машиностроения, где был один робот, он не работал. Мы изучали робота. Ури, Ури, где у него кнопка? Уже когда получил диплом по распределению, там была своя команда, я сам-то половчанин из Павова. Я вам скажу честно, что театр, я избавился в театре от заикания, я заикался до 28 лет. Это вас чем-нибудь стукнули? Нет, я вышел на сцену, у меня все прошло. Вот это да. Мистика, правда? Вы вышли на сцену к залу? Да, но я никому не говорил, что я, ну, как бы, я приехал, ну, так я вот, когда в быту я так могу нормально, а когда я волнуюсь, у меня начинаются там какие-то там свои, ну, таркады. И вы с такими данными мечтали о театре? Я мечтал о режиссуре. О режиссуре? То есть сидишь в темном зале, как говорится, я когда прихожу домой, она говорит, что ты такой уставший? Ты там сидел, ты сидишь... Спи спокойно. Да не, не, она говорит, ты приходишь, садишь в зал, они тебя развлекают, что ты такой уставший? Вот знаете, я вспомнил наш разговор с Эдуардом Фертельмейстером, да, ректором консерватории, который сказал, что, скажем, дирижеры, композиторы и музыкальные исполнители – это люди с разных планет. А вот режиссер и актер, вы правильно сказали, что вы предпочли режиссерское отделение в «Щуке», да, актерскому. Вот что касается режиссеров и актеров, это тоже разные цивилизации? Ну, это не цивилизация, это мужчина и женщина. Оба-на, еще круче. По энергии, по энергии, по способу взаимодействия. Да, да, потому что оба, не без мужчины, без женщины. Я понимаю, сейчас существуют суррогатные, там, всякие хитрости, там, да можно вообще мужчина с мужчиной, это все. Нельзя. Шутка, нет, ну, да, шутка, это шутка. Передача 16 плюсов. А здесь никак, все знают прекрасно, что спектакль – это рождение, это рождение, вот он рождается. Там еще, правда, есть такая повивальная бабка, как зритель, который помогает ему родиться. И, в общем, это, в общем, такой эротический момент. Понятно. Придется все-таки переспросить, а чем в таком представлении отличается мужчина от женщины? Вопрос, вопрос, как бы, желание есть, да, и вопрос оплодотворения, там, процесса. То есть, да, то есть, на самом деле, режиссер начинает с самого начала, он начинает разжигать костер. Хотя, из замечания, совершенно смешная байка, которую нам рассказывали старые мастера. Вот, вы знаете такое, вот можете представить себе образ, что такое постановка спектакля? Он говорит, вот смотрите, вот есть лес, а в лесу есть такая чистая поляна, да, лес, вокруг этой поляны такие плотно стоят деревья. И вот, в середине поляны бегает режиссер и разжигает костер, он бегает, а из-за деревьев на поляну все выглядывают. Директор театра, актеры, художник. И как только что-то не учат получаться у режиссера там, на этой поляне, все потихоньку туда начинают вываливаться. То есть, вот это... Да, тоже такой образ. А скажите, ваши актеры, те, которые с вами работают, они нуждаются ли в вашей любви? Не все, к сожалению. В чем и большая, как говорил мой друг-однокурсник, я могу размножаться, когда даже не размножаться, а только по любви. То есть, вот это самая беда, что когда этого нет, то ничего и нет хорошего. И что, бросать, искать тому, кто полюбит? Да, потому что, ну, это ремесло. Ну, то есть, так это уже мы так ремесленно встречаемся, ну, как на заводе приходим, в 9 приходим. Автоматизированная система робота? Да, общение. Робот, который не работает. Ты говоришь текст, я говорю, у тебя молодец, или громче. Ну, то есть, я знаю, что ребенок может и не получиться. Нет, конечно, это и все эти усилия напрасны. Какое-то ужасно и печально. Да, это очень грустно. Когда мы говорим о удачах, пропорциях, чей успех, чья заслуга больше? Ни чей. У тебя это дело коллективное. Только вместе? Вместе. Тут невозможно, вообще нельзя никак отделить. Он не может придумать этого решения. Ведь это все очень, как бы, такие буковки, да, это вот открываешь белые, да, и на белом листе разбросаны какие-то иероглифы. Понимаешь, что это на русском языке? Ну, это иероглиф, на самом деле, его надо разгадать. Гениальный совершенно тоже внук, внук Вахтангова, который у нас преподавал, он говорил, вот что такое художник, да, вот миллион людей ходили, смотрели на звездное небо. Это было скопище каких-то непонятных огоньков. Точечек. Точечек, да. И только пришел художник и нарисовал на этом медведице. Созвездие. Крест. Если все говорили, то точно так же всегда и было. Слушайте, а вот интересно тоже с точки зрения профессии вашей, как режиссер задумывает вот эту вот историю любви, о которой вы говорите, есть ли подсказки какие-то или знаки, или что происходит с вами, или это просто план какой-то? Ну, это «Черный монах». Да? Да. Это непонятно. Где что-то клюнуло, где всплыло что-то, я не знаю, это невозможно. Вот этот спектакль, это образовался из самостоятельных работ студентов. Дети сами выбирают пес, сами ее репетируют, они придумывают декорацию, они сами репетируют, когда я не знаю. Но ребята четвертого курса показывали вот эту песу. Я лежал, я сползал со стула. Это было так смешно, так, вроде не смешно, но это было так смешно, и про наши отношения. Как мы живем, я говорю, батюшки, это надо ставить, чтобы люди посмотрели. Вот это так пришло ко мне. А студенты сами, ну, известно, что есть классическая практически киноверсия Полонский, да, Резни? Современник ставил. Ну, а студенты-то, ну, в общем, драматург в России не самый ставящийся. Они сняли текст с фильма. То есть они посмотрели фильм, их, видно, фильм так задел, я фильм не смотрел. Но я просто не смотрел никакие спектакли, ни фильмы, чтобы не дай бог, чтобы... Вот молодец, я говорю, писатель, а не читатель. Нет, 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 вот именно то, что я буду ставить. Нет, не в том, я читаю все, что я читаю много. Нет, именно то, что там уже есть, я запрещаю и прошу актеров, потому что там есть такие решения, которые в тебя так, ну, если талантливо сделаны, тоже скажешь, зачем мне это делать? Зачем придумывать? Ну, если уж мы заговорили про бога резни, то я читал одно из ваших интервью перед спектаклем, где вы как раз рассуждали о том, что, ну, собственно говоря, миром правит конфликт. Да, и там, по-моему, реплика одного из героев. Бог войны, бог войны, бог войны. Так вот, где та грань, за которой заканчивается конфликт спор, который, как известно, рождают истину, и начинается конфликт агрессии, который хоронит истину. Просто, как бы, если сходить из этой пьесы, и как мы думаем про это, и как я думаю, что вообще нельзя начать... Она, конечно, сильно смешная, но она, конечно, при этом сильно... Она не сильно смешная, она не очень смешная. Просто мы пытались, потому что в чтении, когда мы получили текст, то, когда я прочитал текст, я ужаснулся. Это вообще было не смешно. Я не могу, а супруга меня не могла читать до десятой страницы. Она просто говорит, что скукачить, невозможно это делать. А если говорить о том, что вы сказали, то, понимаете, вообще конфликт начинать нельзя, потому что он не заканчивается никогда. Он может закончиться кровью, то есть дракой или чем-либо, но он не закончился. То есть он может разрешиться и на время как бы тогда спрятать... Там мне на видео есть, мы там в конце показываем, у нас есть львы, и вот в конце у нас лев прячется в кусты, и вот это как бы может спрятаться в кусты, уйти в конфликт, но он там, потому что за этими кустами он все равно там сидит. Такое понятие как бэкграунд для студента вашего важен, ну, проще говоря, что он читал, знает ли он что-нибудь больше, чем школьная программа. Ужасно, но он школьную программу не знает. И ничего не знает, и книжки не читает. Ничего, книжки не читает. И что вы с этим делаете? Вот такой труд, то есть изо дня в день. Ну, то есть вы возьмете на себя обязанность, вы или ваши педагоги, читать с ними? Да, да, да. Работает? Да, им читать, 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 показывать спектакли, показывать спектакли, они смотрят спектакли по видео, мастеров, чтобы хоть какой-то у них, чтобы создать им культурный багаж, без чего вообще художник, артист не может. Все говорят, что белый лист, белый лист, это полная чепуха. Если он не образован, то это глупо. Они же живут в информационном мире, они читают в каких-нибудь журналах глянцевых, как неведомую фотомодель сделали великой голливудской актрисой. Они же не понимают, что это миф. Вы им говорите об этом? Ну, а как это можно сказать? Человек должен жить мифом, он должен жить сказкой. Хочется жить сказкой, хочется жить надеждой и мечтой, потому что если ее не будет, этой звездочки на том дальнем горизонте, то будет все бессмысленно. Вот ваши методики, ваши технологии связаны ли вот с таким многофазным превращением? Осознаете ли вы? Только так. Музыку я, как у Пушкина, музыку я разъял как труп и там, ну, проверил алгебру. То есть бывают моменты, когда ничего не получится. Поэтому они ненавидят первый курс. Они потом, после четвертого курса, начинают говорить, вот зачем нам нужны были эти упражнения на ПФД, то есть на память физических действий, когда нет ни стакана, ничего. Конечно, такая глупость. А что это такое? ПФД – это память физических действий. Например, я вязал крючки, но ты должен сделать дело, которое ты очень любишь. Я вот сам рыбак по себе. Они говорят, вот ты должен показать мне предмет, то есть вот его нет у тебя в руках, что упражнение на память физических есть. То есть ты бежишь крючок, бежишь леску, начинаешь его продевать, начинаешь медленно. И вы смотрите на меня, и вы 100% видите у меня в руках леску, крючок, то есть ничего у меня нет в руках. А они злятся на вас, что ли? А им кажется, это глупость какая-то. То есть пить воду, они же как у нас пьют? А там же столько мелких движений, то есть там пишут, вот вы берете стакан, вот у вас есть чай, вы завариваете чай. Они как начинают сразу, ну раз, раз, все. А если посмотреть и расписать, то есть вы берете стакан, и вы каждое мелкое движение все расписываете. То есть это техника, то есть не просто вы посмотрели, потом как у вас стоит круг. То есть там вот это наше такое простое движение состоит из миллиона этих движений. Если ты их точно все повторил, то будет ощущение, что ты пьешь чай, которого нет на самом деле. В этом все искусство и заключается. Станиславский же открыл этот закон, и почему он так велик и так прекрасен. Потому что до него как бы казалось, что это все какая-то мистика. Ну эти люди какие-то, ну они либо они клоун, либо они клоун. Хороший артист, волшебный, стоит плакать. А он сказал, от сознательного к бессознательному. То есть я ведь не могу поверить то, что я, например, там, ну, например, я там, ну как Чехов, там, выхожу, там, я дядя Ваня. Я должен дойти до этого сознания. И потом в моменты у великих артистов, их больше, то есть они верят в то, что на самом деле. Ведь верю, не верю, я верю, что вы действительно там. Вот и все. Это все так просто. Верю или не верю. Но я верю, что вы действительно вот этот человек, вы действительно пришли там с улицы, у вас действительно был дождь, у вас действительно плохое настроение. Я лучше о чем хотел спросить. Вы сказали, что на первом курсе просто многие ненавидят место, куда они пришли. А вот бывает, и как часто бывает такое, что, ну, это ненависть и до свидания. Ну, в общем, мы стараемся это сделать. Вы сами. Лучше сразу. Да, хотя мы понимаем, что у нас есть такая больная тема. Мы среднее учебное заведение. Среднепрофессиональное. Да, среднепрофессиональное, поэтому как бы, ну, мы не выше, не вышка, не выше, поэтому как бы, как бы, все-таки иногда просветительскую часть нашей педагогической работы и профессии, то мы до конца доводим человека, чтобы он просто не болтался на улице и вообще не потерялся. Если уж совсем просто катастрофа, вот просто не ходит человек уже, ну, просто пропускает. Так мы тянем и тянем за уши. Мы такие добрые, аж самим противные. Ну, вы не одни такие добрые, таких достаточно много. Ну, а те, которые действительно достойные, талантливые, они об этом знают? Вы об этом им говорите? Или вы их вот так вот о том, что они лучшие, что они вот возлагаете на них надеют? Они все прекрасно понимают. А ничего сделать нельзя. Вы знаете, это как вот, это не любимчики, но режиссер, знаете, человек, который выполняет его задачи, но он, внимание на него, с ним внимание, он получает главные, все равно есть главные роли, есть вторые роли. В пьесах не бывает одних главных ролей, поэтому человек сразу понимает, что на него ставится почти весь репертуар, и они немного звездят, конечно. Ну, вот они звездят, но в них, значит, что-то есть, школа-то вы одинаковую даете. Знаете, на самом деле, опять же, возвращаясь к Станиславскому, потому что он наше все, и не потому что, а просто на самом деле открыл объективный закон. Он же сказал, что моя система нужна для среднего артиста, а для большого артиста ничего не надо. И когда Щукин поступал к Вахтангову, он сказал, мне вас учить нечему, в студию, мне вас учить, потому что списывается, система списывалась с гениальных артистов, которым сам являлся Станиславом, сам и себя списывал. Но она нужна средним, и в основном же средний талант, как у Чехова говорится, средний, артисты, ну, как бы средний уровень поднялся, а настоящих вершин, или там дубов, он говорит Чехов, в Чайке, очень мало. Их просто всегда мало. В основном, это средние таланты. Вот прямо, чтобы вот такого, нету, прямо, понимаете, это бывает редко, это вот, ну, они есть, конечно, но это же крупицы. Ну, прекрасно понимаете, что все равно мы все, я себя тоже считаю средним режиссером. — Реплика из недавнего вашего интервью. Театру слова сейчас крайне сложно существовать, само слово обветшало, мы не слышим театрального слова. Вы имеете в виду отсутствие достойной современной драматургии или нечто иное? — Нет, нет, слово. Слово, которое уже вода. — Не имеет смысла. — Мы не можем, мы как должны ударить? — Смысла, да? — Да, оно не имеет смысла. Оно имеет смысла, понимаете, вот прекрасно, когда занимаешься сценаречью, да, вот это вот звучание, тембра, голос. Вот если сейчас прекрасный актер, который ушел, Юрий Яковлев скажет, вот здесь нам с вами просто вот так вот «мама», и мы с вами всем заплачем. Это слово вернется, вернется в смысл. То есть слово «мама» вернется, а так вот «мама», то есть, ну, надо пронести же это, надо так его произнести. Иметь такой голос, такой талант Яковлевский, что слово стало… А в основном слова пролетают, и мы их слышим так много, что заставить слушать слово, даже Чехова, никак ни у кого не получается. То есть, либо нужна какая-то совершенно потрясающая работа, потому что вообще-то со сцен речью большие проблемы, больше, чем с мастерством. — У кого? У педагогов или у детей? — У детей требуется больше техники. Потому что здесь, когда вы берете спектакль, у вас там работают ваши тщеславие, тщеснолюбие, ну и все те прекрасные качества, которые нас заставляют надевать лиловые шарфы. — Да. — А на слово надо работать. Там надо просто не погладать, точить, точить. Никому не хочется так долго. — Нет, ну тогда учителям, знаете, я могу сказать, учителям литературы, которым тогда было это нужно, тогда, когда не жалко было времени на то, чтобы послушать, как каждый читает. Я всегда была против, между прочим, скорости речи. Вот это, знаете, техника речи, когда сколько ты там быстро прочитаешь, сколько знаков. А слово как способность на самом деле понять смысл, сочетание слов, либо на самом деле их красоту, на это нет времени. Этого нет в программе, как сейчас говорят федеральные государственные стандарты. Вы, кстати, мою любимую тему затронули. Я не понимаю, что такое ФГОС, ЕГЭ. У нас слова превратились в аббревиатуры. — О-коды, о-коды, о-копы. — То, над чем уже там вроде как бы давно посмеялся Булгаков, оказывается, реальность у нашей жизни и никого это не удивляет. — Страшно, что все так, мы так перезашифровали собственные простые смыслы, что уже ничего не понимаем. — А самое смешное, что маленькие, я каждый раз смотрю и говорю, кто их надрессировал, вот это, когда они руками мажут, в какой-то момент они перестают понимать, что они выучили. И это, наверное, остается. — У нас была педагога, она была нестандартной, в Щуки, но она там недолго продержалась. Она говорила, вот давайте, давайте с вами смотреть. То есть даже вот начиная со звука, да, ну там, нам гласные. Вот говорят, что такое звук А? А — это солнце. То есть звук А — это должен быть солнечный звук. То есть вы должны представить, что А — это солнце. А О — это луна. То есть вы должны представить, что это лунный звук. О — это лунный звук и энергия лунная. Мы должны почувствовать в себе лунный звук. То есть мы должны... О — как луна. А «Ы» — это звук льва. Это звук волка. То есть, понимаете, на самом деле звук-то зашифрован смыслы, а слово — это еще сложнее, чем один звук. — Сложение смыслов. И тогда слово «мама» будет звучать и солнечной энергией, и «м». Но я не знаю, что такое «м», потому что мы не дошли с ней до этого. Она ушла на слово «а». Я знаю точно. То есть там звучит и солнце, и земля. И тогда, может быть, это прозвучит правильно. Но сколько нужно времени, чтобы просто вот это сделать? А пришел человек в зрительный зал. У него час двадцать. Как у нас говорил Агар Леонтьев, самый хороший спектакль — час двадцать. Хороший анекдот про это. Это как, значит, ну где-то, значит, на юге театр, все. Ночь не закрылся, а людей нет. В июне. И какой-то случайный, значит, турист зашел один. А спектакль какой-то, говорит, был очень большой. Там была советская пьеса, там кони, лошади. Он один в зале. А что делать-то? Ну они играют. Они играют. А там спектакль большой, три часа там какая-то. Там все конницы там бегают, белые, красные, значит. А он сидит, скучный спектакль. Там солнце, пляж. Он что-то пришел случайно, думал, ну просто какой-то, значит, там холодок. И он, значит, подходит к сцене и говорит, ребята, я ухожу. Выиграйте. Ну чтобы они так не расстраивались. Вы знаете, вот. Я к тому говорю, что у нас-то четыре часа, час. Они дал человек себе два часа. Борис и мой мастер. Ребятам сказал, я-то устал, а вы-то как устали. Он говорит мне, что-то, вот как удержать зрителя, способ существования. Вот вы приходите, у вас такая серьезная нагрузка у вас в жизни. Родители, работа, ну там, ну все, там, политика, еще что-то. То есть я прихожу вот с этим темп-ритмом жизни. Если я сел в зрительный зал, в кресло, и смотрю, и у этого человека, который находится на сцене, темп-ритм ниже, чем мой, я смотреть не буду. Я говорю, парень, тебе бы мои проблемы. И ухожу, потому что, когда у него выше, проблем больше, то я, ага, цепляет. Нет, у нас-то сейчас-то, я думаю, у нас такой темп-ритм, но то же время. Понимаете, я смотрю вот на эту статуэтку. Скажите, может быть, это награда какая-то. Да, награда вам. Это вам, потому что я вашу путь очень люблю. Я выпросила. Нет, я ее обожаю, смотрю всегда. Очень красивый, обаятельный, умный. Правда, правда. Честно говорю, это вот. И мне просто хотелось какое-то, ну у меня такое настроение немножко лунное. Поскольку, как бы, тоже премьера закончилась, ты становишься одиноким. А он такой ведь почти серьезно, ну, пьерот, он ведь почти серьезно. Он вроде вроде о чем-то все время думает, о чем-то серьезно. А в то же время клоуны какой-то. И вот ощущение, что такое сегодня настроение, что находимся на такой лунной стороне, что вроде еще и солнце не вышло, и вроде так еще грустно. А в то же время вроде еще грустно, мы живы и здоровы. Поэтому я вот хочу вам подарить просто от нас. Это наш театральный декорационный курс сделал. Ура, у нас есть награда. Спасибо большое. Леонид Чигин, режиссер, директор театра «Анчилища». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова